Явно что-то перетренировано. Мне уже сказали, что они что-то всю Олимпиаду спали, ребята, понимаешь, что все время их тянуло в сон. Ну, понимаешь, у него вообще чудом допустили все-таки. Видно вот это, значит, осторожность. Да, внимание, я жду вашей команды, давайте, запускайте. Итак, перед вами боксер из Корейской Народной Демократической Республики Йой Йон Гу. Его соперник, американец Чарльз Муни. Белая форма у него. В этой весовой категории призерами стали наш Риктор Рыбаков из Магадана, чемпион Европы 75-го года. И боксер из Великобритании Патрик Коуделл. Правда, по мнению специалистов и журналистов, освещающих турнир вот здесь в местной прессе, наш Рыбаков выиграл встречу у Муни. И считает, что это все-таки ошибка судей. Но все бывает в таких турнирах. Приятное впечатление оставил по предыдущим поединкам боксер из Корейской Народной Демократической Республики Йой Йон Гу. Оба ведут бой в правосторонние стойки. И у того и другого ударная рука левая. Продолжение следует... Боксер из Корейской Народной Демократической Республики. Здесь же, в Монреале, в день открытия 21-х Олимпийских игр исполнил 21 год. Муни поопытнее, постарше, ему 25 лет. Боксер техничный. Умеющий биться обеих рук, подвижный. Но вот в первом раунде, как вы видите, преимущества американец не имеет. Здесь все чаще и чаще сам пропускает встречные атаки. Йой Йон Гу. Моя Йон Гу. Моя заяка. Продолжение следует... 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 Второй раунд явно за Сио Йон Гу, переигрывает он Чарльза Муни. Прямой, левый, еще удары. Уверенно набирает очки Йо Йон Гу. Ну, если в первом раунде можно было бы еще поспорить о преимуществе боксера из Корейской Народной Европы, то во втором раунде его преимущество не вызывает сомнений. Закончился второй раунд. Интересный бой. Вообще довольно-таки редко бывает, чтобы в финале Олимпийского турнира поединки заканчивались досрочно. Правда, бывает, но, повторяю, редко. Как правило, бои проходят в равной и упорной борьбе. Бесспорно большого успеха достигли спортсмены Корейской Народной Европы. Есть два представителя в финале. Прелебенная медаль уже есть. И появляются надежды на золотую. Надо только не снижать активность и в третьем раунде. Не упускать инициативу. Удачно встречает Федео Йонг, лучшего соперника. В Маграбе реферий Дегипы делает замечание. Это опасное движение головой. В Маграбе реферий Дегипы. Вообще-то не снижайте. В Маграбе реферий Дегипы. Второе движение головой. бокового удара соперника и все-таки по-прежнему муни и тот же самый вперед отвечает хорошими ударами очень опасно идет вперед головой американский боксер защиту муни последний минут 3 раунда никак ему не удается перехватить инициативу хорошо встречает посмотрите какие хорошие удары левый ее йонгу устал ну не опять смотрите как наклоняется как можно нанести травму сопернику вот совершенно справедливо на крабе дает предупреждение американцу чарльзу муни последние секунды так что я думаю уже можно не сомневаться в победе боксера из корейской народно-демократической республики он и по очкам проиграл да вот это предупреждение добила американца болельщики приветствует ее йонгу отлично выступил этот спортсмен на монреальском ринге молодец молодец давайте еще раз вернемся к отдельным фрагментам боя вот такая ярко выраженная правосторонняя стойка у ее йонгу да чарльзу муни проиграл проиграл этот бой как говорится проиграл по всем статьям кстати заметно по поведению американца обычно они очень самоуверенно держится на ринге чувствует свою победу но чарльз муни покоен вот видите наоборот его соперник оболин улыбается не сомневается в своей победе итак фактёр легчайшего веса представитель корейской народно-демократической республики ее йонгу становится олимпийским чемпионом блестящая победа этого молодого талантливого спортсмена серебряная медаль у чарльза муни еще раз напомню наш виктор рыбаков бронзовый призер олимпиады а а